Итак, друзья, значит, Apple будет бороться с детскими растлительными видео и так далее, с растлителями детей. Apple объявила, что внедрить в 2021 году в iMessage меры по защите детей от неприемлемого контента. Кроме того, iPhone и iPad научились автоматически находиться в фотографии, пользоваться загружаемых в iCloud неприемлемый контент, сообщать о нем корпорации. А та уже передаст информацию в правоохранительные органы. Под неприемлемым контентом в этом случае подразумевается материал, который обозначается аббреватур TSM, Sexual Abuse Material, ну, короче, детские вот эти вот растляющие фильмы с участием детей. Проще говорить, идет о фотографии сексуального характера с участием детей, ну и вот этих вот роликах растляющих. Защита детей в iMessage, это нововведение касается детей, которые используют технику Apple, с настроенным семейным доступом. То есть, когда родители или опекуны со своих устройств могут накладывать ограничения на их действия. Гаджеты детей с помощью машинного обучения будут аналитировать фотографии, которые им присылают в приложении сообщения, которые объединяют в себе iMessage и обычный SMS. Если алгоритм найдет на фотографии обнаженного человека, сообщение скроет изображение и предупредит об этом ребенку. Друзья, на мой взгляд, отличная идея, жалко, что раньше это не было реализовано. Он все еще сможет посмотреть снимок, но тогда его родители получат уведомление об этом. Если ребенок сам попытается отправить фотографию, на которую алгоритм найдет обнаженную натуру сообщения, попросит его подумать дважды. А если он все же решит это сделать, уведомление его уведомят его родители. Apple подчеркнет, что сама корпорация никакой информации об этих фотографиях получать не будет. Поиск запрещен фотографий на устройство. Перед тем, как перейти к подробностям работы механизма, сканировать фотографии, несколько важных примечаний. Это наведение, ну и так далее. Фотография будет сканирована при запуске в iCloud, если открывать, ну и так далее. Ну, уже сам процесс понятен, друзья. Ну, основная новость, я тоже думаю, всем понятно. Значит, вот такая ссылка на нее в описании. Там подробнее, как работает будет вот этот алгоритм. Ссылка в описании. Всего доброго всем пока. До свидания.